Так, ну осталось намазать клеем и придавить, и после этого я немножко расскажу про, как подбирается, как немножко настраивается этажерка. Пару слов о настройке этажерки, как я обещал. То есть, этажерка – это, точнее, сила, с которой прижимает линеечка. Линеечка зависит от, естественно, жесткости этой линеечки. А эта жесткость линеечки зависит от ее длины, в данном случае, как бы для нас, от длины и ее толщины. Получишь, что материал у нас там какой-то один и тот же. Я предлагаю искать радиальный очень материал, потому что при изгибах нерадиальный материал начинает очень сильно колоться, поэтому ищите радиальный материал. У вас это может быть даже и сосна. Вот у меня сосновые. Сосновые вот эти вот линеечки. Вот те, которые радиальные, живут очень хорошо и долго. А те, которые нерадиальные, конечно, если это там немножко перегнуть их, то они начинают ломаться. Так вот, значит, высота. Сначала высота, длина этих линейки. Не коротите с этими линейками. То есть, даже у меня тут, там, порядка, сколько, 50. Вот у меня длина линейки 43, даже, а не 50. 43 с половиной. Ну, это я так исходил из того, как у меня вот эти вот палки вот эти вот были. Это, кстати, тоже пинус. Да, то я как-то сделал такой высоты. Ну, вот и не надо экономить с этой длиной, потому что неудобно ковыряться, когда у вас этот потолок этажерки слишком низкий. То есть, даже дека без обечаек вам будет мешать потолок этажерки и будет как бы нависать над вами. И даже без этих обечаек будет тяжело работать. То есть, как-то ковыряться где-то, мешая, засовываться, заглядывать туда. А если этажерка высокая, то вы спокойно подходите и работаете. Это первое, то есть, такой чисто просто немножко и с другой стороны, да, удобство. То есть, не надо там экономить. То есть, 50, там вот у меня 43, видите, видите, как 43. Это удобно. Это уже удобно, вот. Короче, точно нельзя. Можно длиннее. Я думаю, что даже можно 60 делать. Вот. Но и теперь дальше. И теперь дальше. Чем длиннее у вас линейка, тем она как бы эластичнее. То есть, ее ход до поломки и вот этот момент хода, рабочий ход эластичности очень будет длиннее. По понятным причинам. Вот. И вам будет легче настраивать. То есть, какая-то, если, например, пружина будет передавлена, да, а какая-то там недодавлена, грубо говоря, ну, там, следствие каких-то там изменений высоты, то это не будет очень сильно чувствоваться и будет как бы съедаться, да, вот этой длиной и эластичностью. То есть, если у вас, с одной стороны, то есть, все пружины должны быть примерно вот так вот как-то не очень сильно напряжены, потому что они на самом деле давят очень сильно. Очень сильно давят. И если вы будете таким образом настраивать этажирку, что у вас каждая пружина будет давить с бешеной силой, а даже не бешеная, там, сила, там, я вот сейчас не помню точно. Вот, по-моему, обычная, обычная школьная линейка, 30-ти сантиметровая, надавляющая вот так вот в каком-то вот таком вот среднем таком своем состоянии, давит там буквально чуть, по-моему, 2 килограмма. Вы можете проверить. Я сейчас лень выставлять весы, но вот немножко давишь, и она давит 2 килограмма. Ну, можно проверить. Вот. Так вот эта линейка такая твёрдая, как вы видите сейчас, может давить вообще излишне, слишком много, поэтому её не нужно давить сильно. Она буквально чуть-чуть должна быть подсогнута. Вот. И если вы будете давить, соответственно, такой линейкой, как эта, с бешеной какой-то силой, то вам будет очень тяжело продумать конструкцию этажирки. То есть, они прожмут любую этажерку. То есть, представьте, если каждая из этих пружин давит 5 килограмм, то сколько в конце концов давит на вашу конструкцию? То есть, какой-то просто обычный ДСП уж точно не подойдёт. Я вам скажу больше. У меня сейчас этажерка слегка прогнулась. То есть, вы начинаете прижимать пружины, и у вас начинает раздвигаться этажерка. Я вам скажу сразу. Ваши полки, в ваших сервантах не выдержат такого давления, если будете таким количеством линей, которые сильно давят прижимать. Значит, какой выход, если всё-таки вот где-то вот тяжело найти, и пружины давят достаточно сильно. Но не прижимайте все. То есть, у меня здесь большой футер, длинные, естественно, чуть не получится, да? Немножко так уйти от этой проблемы. Но вот если клеить, например, пружины, то можно клеить по одной, по две. Я, между прочим, так и клею. У меня 40 минут можно подойти и снять почти все пружины, оставив только 2-3 там для поджимки. То есть, приклеивайте две пружины, спокойно убирайте клей, вам ничего не мешает, никакие линейки. Представляете, какой штакетник, линейка, как это всё убирать, куда спешить? Экономить что? Полчаса, час, сколько, полдня это экономить? Что экономить? Все равно пружины надо достаточно долго желательно просушить несколько дней, как минимум. Так, и теперь по поводу того, если вы всё-таки где-то там ошиблись с высотой линеек, и надо быстро что-то как решать на ходу. Вот это и есть решение. То есть, чуть-чуть они не дожимают, вы что-то подкладываете сразу быстро. Вот эти линейки у меня сосновые, они мягче, чем вот эти новые. Я их буквально вчера сделал специально для этого видео. Но эти линейки новые, которые я сделал, они слишком жестковатые. Мне ещё было лень их сейчас снимать, потому что я и так могу их под настроем сделать. Но в дальнейшем я их немножко утоньшу. То есть, рубаночком аккуратненько сниму до 4,5. Здесь где-то 5, может, с копейкой получился небольшой, а может, и 5. Вот. То есть, я сниму где-то до 4,5, причём на края можно снимать сильнее. Здесь широко можно сделать уже. И линейка станет более эластичной. Вот эти линейки эластичные. И если что-то где-то ошиблись, быстренько подсунули 2-мм, вот такую пластинку 2,5-мм. Если вам не получается её подсунуть снизу, вы можете её подсунуть сверху. Вот эти вот крайние, вот эти крайние линейки у меня сейчас сверху прижаты через обычную, через пластинку из этой линейки. Просто вот так вот. Они очень удобные. 2 мм сразу готовы. Вот у меня есть этажерка, собранная на основе вот таких линейк. У меня была такая, была такая ситуация, что мне досталась целая куча таких линейк. И я сделал на её основе этажерку. Она низкая и неудобная. Тем не менее, она рабочая. То есть, можно приклеивать прекрасно, прекрасно можно приклеивать эти самые пружины. Очень сильно она давит. Вот эта линейка давит 2 кг. То есть, вот так, будучи нажатой, вот так вот, всего лишь так прожатой, вот так вот, она давит 2 кг. Это больше, чем достаточно. Их там через каждые 3 см выставлять, это очень много.